Владимир Путин продолжает рабочие поездки по российским регионам. Сегодня президент в Великом Новгороде, где вступил в стройцех АМИАК-4. Он позволит увеличить производство азотных удобрений, без которых невозможно современное сельское хозяйство. О справедливых ценах на агрохимию, а также о ситуации на перспективном рынке редкоземельных металлов, шла речь на совещании, которое провел глава государства. Чтобы придать весомость своим словам, некоторые участники дискуссии вспомнили Карла Маркса. Все подробности в репортаже Александра Черепниной. Рынок, где импортозамещение случилось задолго до введения санкций. В России производятся все виды минеральных удобрений. У нас уникальная сырьевая база. И сейчас многие крупные компании отрасли сами инвестируют в добычу, переработку сырья, чтобы не зависеть от посредников, снижать издержки и держать цены на приемлемом уровне. Это как раз тот случай. Завод в Великом Новгороде открывает новый цех по производству АМИАКа, чтобы из него получать азотные удобрения. Проект уникальный, масштабнее, нет на всем постсоветском пространстве. Символическим нажатием синей кнопки запущена первая производственная линия. Спроектировано в России цех экологически безопасный. После экскурсии по предприятию у Владимира Путина было запланировано совещание, где вступительное слово вместо президента неожиданно взял один из производителей минеральных удобрений. Карл Маркс писал, что агрономическая химия для нас важнее всех экономистов вместе взятых. Мы давно не начинали совещание с цитат Карла Маркса. Интересно. Мы старались при выборе цитаты сделать так, чтобы это было интересно прежде всего вам. Все больше перегибаете и перегибаете. Почему вы решили, что прежде всего мне? Да, у Люкаева больше всего. Он экономист. Наше предприятие по производству удобрений среди ключевых мировых игроков. На экспорт идет большая часть продукции. Отечественные аграрии на подкормки тратятся по остаточному принципу. Как только мировые цены на удобрения начинают расти или рубль начинает ослабевать, аграрное лобби повышает громкость причитаний про необоснованный рост цен на минеральные удобрения и их недоступность для отечественных крестьян. Это естественно, потому что все сразу смотрят на уровень доходов, если меняются ценовые показатели на мировых рынках. И все говорят, ага, вот они сырье здесь получают по дешевым внутренним ценам, а что там, как они продают на мировых рынках по мировым ценам, почему мы должны от этого страдать. Это у вас своя логика, у них своя логика. Если мы сможем сделать так, что взаимодействие между отраслями производства будет у нас вестись на системной основе, и по максимально рыночным принципам и законам, то это будет идеально. Во всяком случае, мы будем к этому стремиться и вам всячески будем в этом помогать. На связи Мурманская область. Горнообогатительный комбинат, который только построили. На полную мощность его выводят по команде президента. Из открытого карьера и скоро из подземных залежей там будут добывать руду и поставлять сюда, в Великий Новгород, на завод, где запатентовали технологию по производству редкоземельных металлов. Ценнейшие элементы, их называют нефтью будущего, научились отфильтровывать из бросового сырья, фактически из отходов при производстве удобрений. Технология эта уникальная, очень сложная, первая в мире. Мы практически 15 лет пытались достичь этого в пробирках, в нашем научном центре, в нашей лаборатории. И только после 15 лет тяжелых опытов мы смогли подойти к проектированию. Первая пробная партия готова. Стеклянные колбы с красивыми надписями, почти музейные экспонаты. Об их ценности сам того не подозревает, давно знает даже обыватель. Без редкоземельных металлов не сделать, к примеру, ни одного гаджета. Без них вообще не было бы мира высоких технологий. Спектр применения редкоземельных металлов весьма широк. Это нефтехимия и энергетика, судостроение и автопром, электроника и строительная индустрия. Кроме того, их производство критически важно для обеспечения обороноспособности страны, для современных систем вооружения и военной техники. Словом, решение многих задач в экономике в сфере безопасности связано с эффективной работой промышленности редкоземельных металлов. Группой 17 элементов, их называют редкоземельными, на самом деле в земной коре они встречаются довольно часто, правда всегда в небольшом объеме. Поэтому главная задача найти такие залежи, чтобы их разработка была экономически оправдана. По объему запасов редкоземельных металлов России занимает второе место в мире. Но это, так я понимаю, по разъеданным и подтвержденным запасам. На самом деле еще и неизвестно, может быть, и первым имею в виду размеры наших территорий и возможности поиска и подтверждения новых запасов. Производство, между тем, в России редкоземельных металлов составляет лишь около 2% мирового. Потребление в виде конечной продукции в основном покрывается за счет импорта до сих пор. Доля импорта около 90%. На сегодня 95% мировых поставок редкоземельных металлов обеспечивает Китай. Да, рынок пока монопольный, но он только формируется. Направление перспективное. И у России в этом смысле большой потенциал. Четыре года назад развитие отрасли включили в госпрограмму. Первый этап научной разработки, подобный той, что запатентовали в Великом Новгороде, и не только, почти завершен. Новые технологии, как планируется, будут внедрять в производство в следующем году, чтобы уже в ближайшем будущем на рынке редкоземельных металлов Россия оказалась на ключевых позициях.